Загадай желание, пусть оно исполнится. Здравствуйте! С вами на связи Людмила Королёва. В это видео к нам в гости пришли 10 очень успешных и довольных жизнью людей из разных стран мира, чтобы поделиться с вами своими главными секретами. Один из них, Стив Джобб, сказал, «Талантливые художники копируют, а гениальные воруют». Вот и мы с вами кое-что скопируем и своруем у них их мысли, чтобы тоже стать успешными и довольными жизнью. И вы сможете использовать их секреты, чтобы исполнить все, что вы задумали. Для начала я вам их представлю. Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, Германия, автор теории относительности и квантовой теории. Робин Шарма, Канада, писатель, бизнес-тренер по мотивации, лидерству и развитию личности. Радислав Гондопас, бизнес-тренер из России, совладелец компании Араторика, его клиенты-владельцы крупных компаний, крупные политики и даже министры. Ричард Брэнсон, британский предприниматель, миллиардер, основатель корпорации Virgin. Аль Капоне, знаменитый американский гангстер 20 века, умнейший человек. Орен Баффетт, США, самый богатый и самый уважаемый инвестор в мире. Брайан Трейси, бизнес-тренер из Канады, автор книг и аудио на темы бизнеса, управления продажами и самореализации. Стив Джобс, США, дизайнер, изобретатель, пионер революции в области ПК, один из основателей корпорации Apple. Чарльз Дарвин, английский натуралист и путешественник, создатель теории эволюции. Стивен Кови, США, специалист по вопросам руководства, управления жизнью, преподаватель и консультант по организационному управлению. А теперь позвольте мне рассказать вам одну притчу. Однажды к прекрасной принцессе приехало свататься три принца. Очень прекрасный принц, в меру прекрасный принц и ни разу не прекрасный принц. Очень прекрасный принц рассказал, что вот уже три сезона подряд он побеждает чудовищ и предоставил соответствующие сертификаты. В меру прекрасный принц рассказал, что недавно он купил 3-е, 3-9-е царство, пообещал переписать на нее одно и подарить коллекцию современного искусства в придачу. А ни разу не прекрасный принц рассказал, что по дороге к принцессе он увидел, что она увлекается разведением цветов и предложил свою помощь в прополке. Прекрасная принцесса вышла замуж за ни разу не прекрасного принца. Мораль! Искренне интересуйтесь человеком и помогайте ему решать его проблемы. К чему это я вам рассказала эту притчу? Я ведь вам обещала секреты успешных. Давайте посмотрим, что они говорят на эту тему. Аль Капоне. Все совершенное тобой к тебе же и вернется. Брайан Тресси. Вы не властны над тем, что с вами происходит, но вы властны над своим отношением к происходящему. А именно это отношение и определяет, кто кого контролирует. События вас или вы эти самые события. Радислав Гондопас. Мое счастье сейчас – это счастье другого человека. Самое большое из возможных удовольствий – дать возможность другим. А теперь давайте посмотрим, как их высказывания связаны с моей притчей и в чем, собственно, секрет. Как вы помните, оба прекрасных принца – очень прекрасный принц. И в меру прекрасный принц говорили только о себе и интересовались только собой. Они совсем не интересовались тем, что нужно для счастья прекрасной принцессе. А вот ни разу не прекрасный принц интересовался тем, что нужно именно принцессе. Итак, секрет первый от великих. Искренне интересуйтесь заботами вашего оппонента, с радостью помогайте ему решать его проблемы, исполнить его мечты, получайте удовольствие от этого принцесса и тогда получите в жены прекрасную принцессу. А теперь позвольте мне рассказать вам еще одну притчу. Однажды прекрасная принцесса повесила на фейсбуке довольно необычную частушку собственного сочинения. Вся королевская конница, вся королевская рать возмущались, описали гневные статусы. Принцы и принцессы из сопредельных государств куртуазно выражали неудовольствие в специально отведенной группе. Но прекрасная принцесса не увидела этого и совершенно не расстроилась, потому что никто из них не был у нее в друзьях. Мораль? Нельзя отнять радость творчества. Давайте снова предоставим слово нашим знаменитым гостям. Брайан Трейси, чтобы летать с орлами, не паситесь с индюками. Уэрен Баффет. Лично нам никогда не удавалось добиться хороших результатов с плохими людьми. Радислав Гондопас. Люди делятся на две категории. Тех, которым плевать на общественное мнение, и тех, на кого общественному мнению плевать. Робин Шарма. Показатель успеха в жизни не вещи, деньги или положение в обществе, а радость, которую мы получаем от жизни. Очень многие из нас умирают 20 лет при том, что хоронят их в 80. Пообещай себе проводить больше времени с теми, кто наполняет твою жизнь смыслом. Дорожи чудесными мгновениями, купайся в них, делай то, что тебе всегда хотелось делать. Сберись на скалу, на которой ты мечтал забраться, танцуй в строях дождя, научись любить музыку, выучи еще один иностранный язык, и снова зажги способность восхищаться, которой ты обладал в детстве. Какая связь с нашей притчей? Секрет второй. Окружай себя только теми людьми, которые, как и ты, хотят творить и наслаждаться плодами твоего творчества. Сторонись негативных людей и тех, кто умер в 20 лет. А теперь позвольте мне рассказать вам третью притчу. Однажды прекрасная принцесса отправилась в гости к прекрасному принцу. Она надела атласные перчатки, сделала идеальный макияж, надушилась дорогими духами, и по дороге листала домик с пьесами Теннесси, повествующие о конфликте духовного и плотских начал. Когда она приехала, прекрасный принц радостно хлопнул ее по заднице и сказал, что они идут смотреть футбол и пить пиво. Прекрасная принцесса весь вечер орала гол, стучала кружкой по барной стойке и получила массу удовольствия. Мораль, разностороннее развитие личности – залог счастливой судьбы. И опять слово «профи». Робин Шарма. Люди охотно ведут дела с теми, кто создает им хорошее настроение. Люди – существа эмоциональные. Мы желаем быть с теми, кто дарит нам ощущение счастья. Мы все пришли в этот мир по какой-то особой причине. Перестань быть пленником твоего прошлого. Стань архитектором своего будущего. Стивен Кови. Быстрее всего учишься в трех случаях – до семи лет, на тренингах, и когда жизнь загнала тебя в угол. Живите в соответствии со своим воображением, а не своим прошлым. Альберт Эйнштейн. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Чарльз Дарвин. Выживает не тот, кто сильнее, а кто быстрее приспосабливается к изменениям. Уэрон Баффетт. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильно направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Секрет третий от великих. Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни. Будьте искренни и непосредственны. Получайте удовольствие от всего, что вы делаете. Мне очень нравится, что говорит о вас Брайан Трейси. Да-да, я не оговорилась. Именно о вас. Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Вы не можете подарить то, чего у вас нет. Вы не можете сделать счастливыми других, если сами не счастливы. Ваш потрясающий мозг может поднять вас из нищеты до богатства, превратить вас из одиночки во всеобщего любимца, вывести из депрессии, сделать счастливым и радостным, если вы правильно воспользуетесь им, если вы способны всегда улыбаться жизни, жизнь всегда улыбнется вам. Ричард Брэнсон сказал, «Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться и пытаться, и опять пытаться, но никогда не сдаваться. Моя бабушка прожила жизнь, наполненную до краев, когда ей было 89. Она стала самым старым человеком в Британии, сдавшим практический экзамен повышенной сложности по латиноамериканским танцам. Ей было 90, когда она стала самым старым игроком в гольф, загнавшим мячик в лунку с одного удара. Бабушка не переставала учиться. В 95 она прочитала краткую историю времени Стивена Хокинга, став одной из немногих, кто оселил эту книгу от начала и до конца. Незадолго до смерти, а умерла она в 99, бабушка отправилась в кругосветный круиз, она смеялась от души, когда ее случайно оставили на Ямайке в одном купальнике. Ее позиция была четкой. Жизнь дается один раз, и этим шансом надо воспользоваться по максимуму. Посмотрите внимательно еще и еще раз это видео. Покажите его своим друзьям, пропустите эти три притчи и советы великих через свое сердце. Впитайте в себя их принципы и мысли. Осознайте все это, сделайте это своим. Ричард Брэнсон один из своих битселлеров назвал «К черту все, берись и делай». Так беритесь и делайте. И с такими великими помощниками у вас все получится. Я в вас верю. С вами была Людмила Королева. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok